Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за игрока. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, у нас идет череда роликов карьеры за игрока, потому что мы закончили все другие карьеры, как вы уже понимаете. И у нас осталась единственная карьера, которую я записывал в роликах, это карьера за игрока. Но также на стриме проходит легендарная наша карьера, FIFA 22 за Венецию, где тренирует Джан Луидж Буфо. Вот, поэтому пока что будем так, нон-стопом, только вот эти вот карьеры добивать до выхода FIFA 23. Итак, по сегодняшним матчам у нас декабрь и январь сегодня на ходу, и как мы видим, матчи, во-первых, если так заметить, сразу это игра против Леона, шестой тур Лиги Чемпионов и игра против Райо Валиякана, которые сейчас идут там на первом месте. Я не знаю, как так получилось, что у них там за состав. Ну, в общем-то, вот, поэтому будем пытаться отбирать у них очки, тем более мы играем дома. Ну и в январе у нас стартует Суперкубок Испании, про него чуть попозже поговорим. Ну, а также интересные матчи против Севилии и ответка, можно так сказать, по чемпионату против Барселоны. Мы 3-1 им проиграли на Камп Ноу. Итак, сейчас у нас игра против Асасуны. Мы играем на выезде, они идут на 14-м месте. В случае нашей победы мы можем достать Райо Валиякана, если и Реал Мадрид, и Барселона потеряют очки. Поэтому будем вот стараться сейчас. Составы на ваших экранах. Поехали. Ну что же, Валенсия приезжает на выезд, и задание оценка не ниже 8-5. Забить гол или отдать голевую и не проиграть в матче. Давайте я попробую не проиграть в матче, но будем понимать, что нам надо гол либо голевую еще сделать. А вот и опасная атака. Вот сейчас опять же, конечно же, ну здесь все понятно было. Особенно с моей-то камеры, с моего вида, так сказать, сверху вот это все было понятно, что очень хорошо все расчерчено было в этой атаке. И в итоге Асасуна свой первый момент реализовала, а вот Валенсия реализовать пока что не может. Ануачу на Муниса. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как сейчас Мунис-то издевательски забил этот гол. И буквально сразу же Валенсия сравнивает счеты. Вот, с левой ноги, если я не ошибаюсь, сейчас Мунис забил еще и между ног голкиперу. Ну, там ситуация была такая, что поди-попади, а вот Мунис взял и попал. Я думал, он как-то будет в обводку бить, а в итоге он прямо знал, как будто что голкипер будет раскрываться. Передача в центр на Оймар. А Роза, Жауми. Вот нельзя давать вообще даже с дальней дистанции бить, а вот с таких-то тем более. Марк Кардона, если не ошибаюсь, забивает дубль, да. 2-1, а Сасуна снова выходит вперед. И в итоге вот так вот. Марк Кардона все и решил на один ответный гол Валенсии. Он ответил дублем. По ходу матча Валенсия ни разу не вела в счете, лишь только вот отыгрывалась. Были моменты у нас, попали в штангу и во вратаря пробили. Но счет на табло. Кардона лучший игрок встречи, 9-5 у него оценка. Но Валенсия начинает сегодняшний выпуск с поражения обидного. Ну, по заданиям мы в принципе-то все сделали, но не избежали только вот поражения. Ну что же, и сейчас у нас последний матч группового этапа Лиги Чемпионов. Мы уже точно в плей-офф, Леон нас никак не догонит. Но мы еще можем побороться за первое место, если все-таки Шахтер. Кстати, откуда очки у Шахтера? А не Леон, что ли, обыграли? Мне кажется, получается так. Да, действительно, Шахтер набрал первые очки, обыграл Леон дома. Так вот, если Шахтер обыграл Леон, так может быть Шахтер и на выезде с Баварии что-то из себя покажет. А так, где Шахтер вот? Они всего лишь 1-0 дома проиграли Баварии. Так может быть постараются, действительно, хотя бы ничейку зацепят. Нам нужна тогда точно победа над Леоном. Поэтому в любом случае надо обыграть Леон. И надеяться на то, что Шахтер отберет очки у Баварии. Составы в наших экранах. Шакири у них в нападении. Хианачи на цапнике. Сауль справа. Лачельса слева. Ну и, в принципе, все. Поехали. Итак, Лига Чемпионов. Шестой тур. И обладатель Лиги конференции прошлого сезона выходит в раунд плей-офф сегодня. Но по заданиям успешные навесы. 5 передач на поле соперника. Давайте возьмем успешные навесы. Шакири. Никто не держал. Дерон в итоге забивает. Вот так вот. Леон выходит вперед на 50-й минуте матча. Финальный сесток. Валенсия минимально проигрывает на выезде в шестом туре Лиги Чемпионов. Поэтому выйти с первого места точно не получится. Уже при любых раскладах. Даже если там Бавария проиграет. Но Леон неплохо о себе заявил в последний момент как о очень мощной команде, которая сейчас будет участвовать в Лиге Европы. Вот. Лучшим Салдерон. На его счету как раз единственный гол. Ну а у Муни за оценкой 7.6. И по заданиям. Не получили мы нужную оценку. Я в принципе там вроде даже ни одного навеса не сделал. Но сделал ровно 5 передач на половине поля соперника. Ну что же. Давайте пробежимся по итогам всех наверное турниров. Либо пробежимся там по командам, которые нас именно интересуют. За которыми может мы играли. В общем. Сначала всю Лигу Чемпионов это точно мы пройдем. Итак. Возможно мы будем играть против Манчестера Юнайтеда. Они заняли первое место в группе. Фейнорс. Кстати Симпционно вышел со второго места. Боруссия попадает в Лигу Европы. С ПСЖ мы можем сыграть на саде уже 1-8. Со второго места вышла Аталанта. Атлетика Мадрид. Кстати в группе они вместе с Тоттенхэмом. Которые вот предлагали мне перейти обе эти команды. Обе они вышли в плей-офф. Но с Атлетикой мы не сыграем. Вот. Ну а Тоттенхэм мы желаем удачи в плей-офф Лиги Чемпионов. Ну и вот и наша группа. Там понятно наверное все таки да обыграл. Бавария разнесла просто в щепки. Шахтер 3-0. Леон. Ну более-менее уверенно так хорошее место заняли. Причем еще и убедительно. 7 очков у них в копилке после 6 матчей. С Ливерпуля мы можем сыграть. Со второго места вышел Порту. Против Мадридского вариала мы не можем сыграть. Они вышли с первого места. Также вышла Рома со второго. Против Ювентуса мы можем сыграть. Со второго места вышел Манчестер Сити. Ну и также можем сыграть против Наполи. Со второго места вышла Барселона. Ну и пробежимся по тем командам, которые либо нами интересовались, либо мы в них играли. Вот Челес например. Они выиграли все 6 матчей в группе Лиги Европы. И вышли с первого места. И сыграют только уже со стадии 1-8 Лиги Европы. Марсель также вышли с первого места, за которым мы выступали. Они не все конечно матчи выиграли. 4 победы, 1 ничья и 1 поражение. Но и все-таки первое место в группе. Ну вот и все. Вильяреал, который нам присылал свое предложение, заняли вообще 8 место в чемпионате прошлого сезона. Поэтому ни в каких Еврокубках они не участвовали. Ну вот сейчас у нас чемпионат. Испании тот самый Райо Валикана. Их обыграл вроде Мадридский Реал, поэтому они сейчас их обогнали. У нас 3-4 очка. Обыгрывая сейчас Райо Валикана мы сравниваемся с ними. Ну и обязательно нам надо обыгрывать, потому что у нас 6 очков отставания до Барселоны. Хоть у них и на один матч больше. Итак, состав в наших кранах. Поехали. Итак, эстадио Мистале. Валенция против Райо Валикана. Команда, которая пошумела очень знастно в начале этого чемпионата. Так, здание не ниже 9-0. Командное владение и успешные навесы. Значит будем навешивать. Ну и вот Райо Валикана немножко начали уже с небес на землю возвращать. Их обыграл Мадридский Реал. А вот теперь и наша очередь. Неплохо так проходит оборону. Ой-ой-ой, что творит Муниас? Передача на Дауда, а здесь Гуэдеш. Но я не отдавал, кстати, передачу. Но там уже без разницы. Все равно на меня ничего не запишут. Главное, что вышли мы вперед. Быстро пойдет. Просто взял у меня Дауд мяч отобрал. И отдал голевую на Гуэдеша. Муниас отлично обыграл и проходит дальше. И какой момент, и какой удар, и гол. 25-я минута Муниас забивает свой гол и увеличивает отрыв Валенсии в этой игре. Оскар Валентин и все-таки забивает на 85-й минуте Рая Валикана. Счет 2-1. Но гол престижа, можно, конечно, если так назвать, и нас снова, кстати, ставит на позицию центрального полузащитника. Вряд ли интригу какой-то вот этот гол добавит. Ну что ж, заканчивается матч. Минимальная домашняя победа над Рая Валикана. Один из голов сегодня забил Хавьер Муниас. Лучшим стал Гуэдеш. У него оценка 8,0. Ну и по заданиям не выполнили мы ни одно. Оценка 7,8. 65 надо было процентов командного владения. Мы сделали 57. И вроде ни одного успешного нареза мы вот не сделали. Ну что же, стали известны у нас пары на стадии 1-8 лиги чемпионов. Я специально пролеснул. Сначала разберем другие команды. А потом уже и до наших 4 пар дойдем. Итак, Сити против Атлетика. Интересная, конечно, будет пара. Барселона-Ливерпуль. Еще, мне кажется, поинтереснее будет. Особенно Барселоне нужно отомстить за то поражение. 4-0 на Энфилде. Тоттенхем Реал. Тут, мне кажется, все более-менее понятно. Рома Бавария тоже более-менее все понятно. Порту против ПСЖ тоже более-менее все понятно. Валенсия против Ювентуса. Ювентус. Если я не ошибаюсь, я играл против Ювентуса. В финале Лиги Европы за Марсель. Если мне не изменяет память. Финорт-Наполи. Тут тоже более-менее все понятно. Аталанта-Юнайтед. Ну, тут тоже все понятно. Поэтому, в принципе, играть можно против Ювентуса. Будем стараться. Ну что же, сейчас у нас последняя игра. В 2023 году на выезде. Мы играем против Малерки. Которая идет на 18-м месте. Что у нас сейчас с ситуацией в турнирной таблице. Если Барселона и Реал проигрывают в 18-м туре, а мы обыграем Малерку, то мы, как минимум, сравниваемся с Барселоной по количеству очков. Поэтому победа нам нужна как никогда. Проигрывать нам, естественно, больше нельзя. На данный именно момент. Потому что другие команды очки пока что не теряют. Малерка против Валенсии. Поехали. Итак, задание на матч. Оценка ниже 9-0. Успешная навеса. И не проиграть. Давайте я снова выберу не проиграть в этом матче. Потому что команда все-таки с низшей части турнирной таблицы. Посмотрим, что из этого у нас выйдет. Здесь Дака. Нужно, нужно протыкать и проткнул Гуэддэш. Отлично. 1-0. Десятая минута матча. Ну, вот я рядышком бежал там на подстраховке, если что. Но главное, что забили. 1-0. Ну, и Ануачу забивает на последних секундах буквально. И Мунис оформляет голевую передачу. Аккуратненький пас. И в самую девятку забивает Ануачу. Вколачивает этот мяч. И все. В последнем гостевом матче в этом году Валенсия одерживает уверенную победу. Лучшим игроком признан Гуэддэш. У него оценка 8-4. 1 забитый мяч на его счету. Так, ну и по заданиям у нас точные навесы. 100% мы избежали поражения, но не выполнили задания по оценке за матч. 7-9. У нас надо было 9-0. Так, ну и, кстати, признан игрок года. То бишь, золотую. Ну, не буту здесь зачем-то будут показать. Золотой мяч получает Киллиан Баппе из ПСЖ. Так, а я, кстати, пропустил тот момент, когда разыгрывали игрока месяца ноября в Ла Лиге. Я сейчас просто могу зайти у себя, посмотреть, выиграл я или нет. Но я был в номинантах, так сказать. Ну, получается, выиграл. У меня стоит один лучший игрок месяца. До этого я не выиграл. Поэтому вот в ноябре я стал лучшим футболистом Ла Лиги, наконец-то. Ну что же, вот такая вот ситуация сейчас у нас в Лиге. Я так понимаю, Барселона проиграла свой матч. Ну, Реал вроде выиграл. И мы теперь делим вторую строчку с Барселоной. И теперь верим, что Мадридский Реал... А, ну это была ли классика, теперь понятно. Реал обыграл Барселону, обошел их. И теперь мы делим вторую строчку с Барселоной. Причем Реал на компного обыграл Барсу. Вот. И складывается у нас такая теперь ситуация. Надо, чтобы Реал проиграл. Ну, а мы обыграли бы, ну, как минимум, Реал-Бетис. Так, ну и кому интересно, 10 января будет окончательный состав Команда года 2023-го УЕФА. Понятно, вот. Вратаря, там вроде как бы кандидатов нам не включают. А вот здесь вот на данный момент защитники. Гомес, Диаш, Арнольд и Ван Дайк. То есть прям гегемония Ливерпуля. Более-менее здесь 3 против 1. Ну, АПЛ, как мы видим, здесь на уровне. И полузащитники. Закария, наш игрок из Валенсии, может попасть в команду года. Также Солер из Интера, Горецкая из Баварии и Фабинио из Ливерпула. Здесь уже такая прям разношерстные лиги. То есть и Ла Лига есть, и Серия А, и Бундес Лига, и АПЛ. Только нету вот французской лиги. Причем очень странно. Но сейчас в нападении будет. Там понятно, Бапе и какой-нибудь Венисиус, к примеру. Себя я не буду ожидать. Мне кажется, вряд ли я буду в команде года. Ну, а пока что у нас игра Валенсия против Бетиса. Они идут на восьмой строчке. Соперник хороший. Последняя наша игра в этом году. Это раз. Последняя домашняя игра в этом году. Это два. Побеждать нам их нужно. Составы в наших кранах. Начинаем. Итак, Валенсия против Реал Бетиса. Задание оценкой ниже 8.5. Успешные навесы и три перехвата. Я уже лучше оценку, наверное, возьму. Ну что же, постараемся сегодня. Муниес отлично отрывается от всех. И отлично! Муниес отдает голевую передачу на Даку. Я не знаю, засчитает ли нам вот эту передачу как успешный навес. Потому что я все-таки навешивал. Но главное, что еще и вышли вперед. У Валенсии. И забивает в итоге. Я не знаю, кто там забил на самом деле. Сейчас будем смотреть. По сути, должен Дака, скорее всего. Там с каким-то рикошетом. Дака забивает дубль. И это отличное завершение. 2023 года у нас будет. Комфортная домашняя победа над Бетисом. Все. Финальный свисток. Уверенная домашняя победа в Валенсии над Бетисом. Дубль на счету Даки. Ну и лучшим стал, естественно, Дака. У него дубль. У нас одна голевая. Второй отдал Гуэдыш по итогу. Ну и по заданиям. Мы не выполнили только рейтинг матча. А так точные навесы сделали. И аж 4 перехвата. Ну что же. Мы все так же на третьем месте. Ну, можно сказать, на втором. Делим. Вот. Мадридский Реал на первом. 45 очков. У них. Мы посмотрим. Во-первых, кто кандидат на звание игрока месяца. Это Мунис, Гризман, Родриго и Де Лорд из Леванка. Ну вот посмотрим. Ну, Родриго забил хэт-рик в матче против Испаньола. Могут и его, в принципе, назначить. Хотя я до этого, ну, в принципе, вроде как в декабре ни одного хэт-рика не забил. Напомню, что у нас было предложение от Тоттенхэма. После уже закрытия летнего трансферного окна. И сейчас я хочу посмотреть, куда бы я сейчас бы перешел. Тоттенхэм идет на пятом месте. 10 очков отставания до первого места. Ну, как я и сказал, Родриго признан игроком месяца в декабре. Ну и кандидаты на попадание в команду года 2023. Нападающие Мбаппе, Салах, Неймар и Холланд. Вот, нас здесь нет. Ну что же, домашняя игра. Первая в 2024 году. Мы играем против Испаньола. Они идут на 12 месте. Если не ошибаюсь, мы уже со всеми командами по одному разу точно сыграли. Поэтому я бы хотел посмотреть, как мы сыграли против Испаньола в первом круге. 2-1. Мы их обыграли на выезде. Но сейчас постараемся также обыграть дома. Потому что нам ни в коем случае не затерять очки. Хоть и лидерство у нас есть на драйве Баликана. 5 очков. Но надо догонять Мадридский Реал. Состав в наших кранах. Поехали. Эстадиум и Сталия. 2024 год. Первая игра на этом стадионе в этом году. Ну что же, задание у нас с оценкой ниже 8.5. Командное владение. Забить 1 гол. Ну давайте попробуем оценку взять. 2 гола вряд ли я забью. Давно не было такого. Это уже вопрос, наверное, лично ко мне с реализацией. Но постараемся сегодня показать свой уровень. Ну а вот так вот. Рауль Де Томаш забивает. 15 минута Мамардашвили неудачно сыграл на выходе. Друг друга не поняли. Я так понимаю, это Закария был. Ну и все. 6 гол в 19 матчах у Де Томаша. И сразу же 2-й. 19 минута. Томаш забивает дубы. Мунис через Гуэдыша. Мунис. Надо забивать. Отлично. 1-2. Мунис не будет, да, я так понимаю, мяч забирать. Ну вот и первый гол. В 24-м году за Валенсию забивает Мунис. Уменьшает преимущество Испаньола. Время еще есть на самом деле. Чтобы во втором тайме перевернуть игру. А вот и Мунис. А вот и Мунис. Делает дубль и сравнивает счет. Вот так вот. Мини-комбэк сегодня может сделать Валенсия. Но хотя не знаю, это в принципе комбэком уже можно считать. Все-таки отрыв был в 2 мяча. И Мунис предотвратил это. Забив 2 мяча в первой же игре в новом году. И все. Финальный свисток. 2-0 проигрывала Валенсия дома. Сделала мини-комбэк. Как я и говорил. Вот как минимум. Хотя бы сравняли счет. Давили в концовке. Реализация подвела Валенсию. И подвела также, наверное, оборона в первые минуты матча. Ну а лучшим игроком признан Де Томаш. Который первый. Наверное, поэтому только показателю. Потому что он первый забил 2 мяча в этом матче. Ну а Мунис смог только лишь отыграть вот этот задел Эспаньола. По заданиям сделали оценку. Даже дополнительную. Командное владение мячом не получилось выполнить. И забили 2 мяча. Итак, объявлена команда года. Ну что же. По схеме 4-4-2. Алисон. Александр Арнольд. Ван Дайк. Маркиниш. Робертсон. Мунис. Кстати, я попал в команду. Именно на позиции полузащитника. Но я не был даже в кандидатах. Но я с полузащитой. Вот. Даже Закарию того же не поставили. Который был в первых кандидатах. Ну вот. Мунис. В команде года. Это отлично. Мунис. Кимих. Фабинио. Солер. Мбаппе. И Мане. Вот как-то так. Ну. Получается, что всего лишь 2 игрока. Из Ла Лиги. Это Робертсон. Который сейчас играет в Барселоне. И Мунис. Который играет в Валенсии. Ну вот Солер, кстати, ушел в Интер. А так тоже мог из Валенсии бы стать. Попасть в команду года. Итак. Дебют нашего игрока Хавера Муниса. В матче за Суперкубок Испании. Я совсем только вот недавно. Буквально перед записью этого ролика. Решил посмотреть регламент. Суперкубка Испании. И из-за того, что удивился. Почему Уэско. Участвует в Суперкубке. Я думал это топ 4 команды. Ла Лиги. Но оказалось нет. В Суперкубке Испании играет действующий обладатель чемпионата Испании. Первая строчка. Вице-чемпион. Это вроде не прошлый, не экс. А именно Вице. Это вторая команда чемпионата. И также две команды, которые были в финале Кубка Испании. Ну а в нашем случае. Во-первых, мы играем против Уэски. Команды, которая проиграла в финале Кубка Испании. Ну а в смежном, так сказать, полуфинале. Реал Мадрид, обладатель Кубка Испании. Играл против Атлетика Мадрид. Которые заняли второе место в прошлом году в чемпионате Испании. Ватериал уже обыграл Атлетика. И теперь будет ждать одну из этих двух команд. Но мы постараемся, конечно, одержать победу. Составы на ваших экранах. Поехали. Ну что же, может быть нам и повезло, что полуфинальный матч приходится на места Али. Итак, задание. Четыре прихвата, не проиграть. И оценка. Давайте лучше вот не проиграем. В принципе, матч, мне кажется, посмотрим. Дака. Головой скидывает на Муниса. Мунис уже в штрафной. И это, ну, можно было падать. Но Хавьер играет дальше. И это гол. Отлично. 35-ая минута. Хавьер Мунис забивает первый гол Валенсии в Суперкубке Испании. И все. Финальный свисток. Минимальная победа Валенсии в полуфинале Кубка Испании. Суперкубка, прошу прощения, Испании над Уэской. И Валенс сыграет в финале против действующего обладателя Кубка Испании. Поэтому у нас вот действительно такой вот Суперкубок получается. Обладатель чемпионата Испании против обладателя Кубка Испании. Лучшим игроком, кто там, голкипер Уэски стал? Нет. Стал Мамардашвили. 9,8. У него оценка 6 ударов, 4 в створ и 4 сейва. В Муниса 1 гол и оценка 9,0. Ну и по заданиям. Рейтинг матча мы выполнили, избежали поражений и совершили только один лишь перехват. Так, а тут у нас, кстати, происходят слухи о том, что Даут может уйти. Интер заинтересовался. Здесь уже Севилья пишут по слухам. Вот, ну потому что сейчас Даут вроде как лидер. В принципе в Ла Лиге по голевым передачам, хотя нет, Мунис, сравнялся 20 матчей у обоих, но по 7 голевых. Тот же Ропертсон 7 голевых отдал за 17 матчей. Ну что же, и у нас финал Суперкубка Испании. Валенсия против Мадридского Реала. В чемпионате эти команды разрушились миром. Со счетом 2-2 игра закончилась. Ну что же, играют, кстати, на Сантьяго Бернабео. Валенсия номинальные хозяева. Ну вот состав Реала я так смотрю. Может быть нам действительно стоит переделать позицию под нападающего. Потому что там Фермина 85-й мы намного лучше отыграем. Мне кажется, хоть я и маленький такой нападающий, но все-таки голы-то забиваю. Поэтому посмотрим. В следующем выпуске может быть и поменяем. Поехали. Итак, Сантьяго Бернабео принимает финал Суперкубка Испании. Снег в Мадриде. Валенсия против Реала. Мы мечтаем перейти. Буду каждый, наверное, матч говорить и каждый выпуск. Поэтому мечтаем перейти в Мадридский Реал. Итак, задание не ниже 8.5. Не проиграть, нанести 2 удара по воротам. Давайте 3 попробуем. На заметочку. И забиваем. 1-0. Дака выводит Валенсию вперед. Все, ну, поспокойнее. Теперь можно и самому постараться забить. Очень даже хорошо. Так, в притирку здесь вот. Но у нас такой же был удар. В притирку со штангой. Но у нас Куртуа потащил. И Казимиро забивает гол. Сравнивает счет. 53-я минута. И снова лонгшот. Вот. Игроков. Ну, проблема для нашей обороны, для вратаря. Вот именно лонгшоты. Казимиро. Ну, просто что происходит? Два лонгшота от Казимира и два гола. Какой-то бред. Финаль с исток. Минимальное поражение. В финале Суперкубка Испании. Проигрываем Мадридскому Реалу. Хотя и ввели в счете. И вот дубль Казимира все и решил. Ну, и все три задания мы не выполнили. Ни оценку нужную. Не избежали поражения. И один всего лишь удар нанесли в створ. Ну, что же. Я решил не тянуть. И решил прямо сейчас изменить себе позицию форварда. И правда, теперь я в глубоком запасе. Вот. Из-за того, что, наверное, поменял позицию. Ну, вот. Как-то так. Будем, значит, возвращать доверие тренера на новую позицию. Вот. Лучший игрок турнира стал Казимир. Естественно, дубль, который забил в финальном матче. Ну, и все. Ну, блин. С рейтингом 93, мне кажется, хорошие команды должны мне присылать предложение. Более-менее я на это вот рассчитываю. Лестер вот мне делает уже предложение. А до этого ничего не было. Ну, а цена моя... Цена моя не тут смотрится. Вот. Моя карьера. Рыночная цена. 184,5 миллиона. За 19-летнего паренька с рейтингом 93. Ну, и... Так. Ага. Муниса. Вот. Выпустили на 83-й минуте. Мы играем в ничью против Сивили. Ну, вот. Выпускают на правого форварда. Есть ЛФД, есть ПФД. Мы на ПФД сейчас. Поэтому, ну что. Посмотрим, как сейчас с рейтингом 93 мы сыграем. Итак, задание рейтинг матча 6-5. Забить гол или дать голевую. Забить гол за пределы штрафной. Давайте я попробую оценку 7-5 получить. И постараться забить. И за пределы там даже штрафной. Марк Сандре отлично сыграл на Муниса. Без офсайдных. Ну, беги и забивай, Мунис. Есть 1-0. Отлично. Мунис вышел на последние 5 минут. И принес, наверное, все-таки победу Сивили. Отлично. Новая позиция для нас. Пытаемся теперь получить доверие от тренера. Играет на этой позиции. Ну, вот. Голы в Валенсии мы забивали из фланга. Сейчас смещаюсь вот так вот в центр. Здесь мне надо было уже просто хотя бы забить. И все. Финанс исток. Мунис принес победу Валенсии. Выйдя на последние 5 минут матча. И забил через 4 минуты. Так. Ну и задание. Оценку мы выполнили. Забили гол, но не из-за пределов штрафной. Плюс 15 к доверию тренера мы получили. Правда, теперь очень долго. Мне кажется, это надо будет набирать. Так. Ну и Валенсия забила на 18-м минуте. Ивоби забил. Потом сравнял Дембеле. А мы выходим на позиции правого полузащитника. Замечательно. Для чего я тогда менял себе позицию? Чтобы играть справа. Ну, давайте все-таки рейтинг. Это 93-й у нас теперь, а не 89-й. Так. Заменили Ивоби. Автора первого мяча в сегодняшнем матче. Оценка не ниже 6-5. Забить гол. До сильных точных передач. Давайте попробуем точные передачи. Ну, попробуем с фланга. Дембеле. И в итоге забивает Верати на 81-й минуте. Мамардашвили отбивает, а Верати сыграл на добивании. Финальный сысток. Барселона снова обыгрывает Валенсию. Теперь уже на стадионе Сталии. Со счетом 2-1. Но здесь еще из-за того, что нас выпустили не на той позиции. Для чего мы тогда форварда качаем, чтобы нас справа выпускали? Это очень странно. Но в итоге рейтинг матча мы получили. Получили точные передачи. Не забили, не отдали ни одного гола. В принципе, не поучаствовали в голах. Ну, немножечко доверие тренера у нас появилось. Так, но нам, кстати, пришло предложение от Баварии, друзья. Ба-ва-ри-я. Надо посмотреть, что у них там сейчас, в принципе, происходит. Бавария, ну, в принципе, это логичный тренсер. Из-за того, что мы играли с ними на групповом этапе Лиги Чемпионов, это можно как-то так вот логически подвязать. Бавария сейчас идет на первом месте на равных с Лейпцигом. Ну вот. Поэтому я не знаю, стоит нам переходить или нет. Тут полгода буквально осталось. В Лиге Чемпионов. Бавария ушла с первого места и будет играть против Рома. Это полегче намного будет. Поэтому как-то так. Чемпионами Испании мы стали. Кубок не выиграли. Суперкубок тоже не выиграли. Вот. Но Чемпионами стали. И нам предлагает все-таки Бавария перейти в их команду. Поэтому я, наверное, все-таки, пожалуй, соглашусь. Потому что я не знаю, сколько еще ждать предложения от Мадридского Реала. Вот. Но тут более-менее вызов для себя бросить. Хотя. Давайте все-таки. Стоп. Что я сделал? Ага. Отлично. Я отозвал трансферный запрос. Я отклоню предложение Баварии. Вот. Я не хочу уходить из Ла-Лиги, как минимум. Поэтому еще подождем. Предложение из Ла-Лиги в период открытого трансферного окна. Но уже после 31 января мы уже будем думать о переходе в другую команду. Ну а пока что остаюсь только в Ла-Лиге. Так. Ну а Бавария, кстати, предлагала 250 миллионов 100 тысяч евро за меня. Так. Ну а у нас появился Кубок Испании. Вот так вот неожиданно. Под конец. Играем против Реала Валида-Лида. На выезде. Вряд ли я сейчас в старте, естественно, снова выйду. Но выпускают на 83-й минуте. При счете 2-0. И на позицию ЛФД, кстати. Поэтому вот так вот. При комфортном счете. И на позицию, которую мы и наигрываем, в принципе. Так. Ну и задание. Оценка не ниже 6-5. Забить один гол. Нанести один удар. Давайте 7-5. Оценку мы попробуем. 7 минут. Мне кажется, мы должны что-нибудь успеть показать. Пошел Хавьер по флангу. И ух, какой гол в девятку забивает Хавьер Муниас. 8-6 минута. Первый гол Хавьера Муниаса в Кубке Испании. Ну, многие болельщики, конечно, недовольны тем, что тренер ставит Муниаса на концовку встреч. Гол красивый, конечно. Но мы это сами вместе неприятности эту переживем. Так. На Муниаса дошла передача. Как он проходит-то защиту. Теперь уже как нож сквозь масло. И Муниас забивает дубль. Вот так вот. Вышел на пару минут в концовке. Тут, кстати, время-то все равно столько же буквально дают, как и весь второй тайм отыграть. Вот эти 7 минут длятся, как действительно 45 минут, если ты полный матч играешь. Вот. Поэтому успеть забить два мяча для нас, ну, это буквально что забить на 50-й и на 75-й. То есть время достаточно прошло между этими моментами. Все. Финальный свисток. Со счетом 4-0 Валенсия разгромила Реал Валидолит на выезде в 1-16 кубка Испании. Лучшим игроком Притон Мунис. 10-0 у него оценка. Отлично вышел на замену. Забил дубль. Итак, по заданиям оценку мы получили. Нужно забили два гола. Нанесли два удара по воротам. Просто замечательная статистика у нас. Так. Ну и матчи нам прям ставят вплотную. На одной неделе буквально играем еще и с Сарагоцей на выезде. Это уже 1-8 кубка Испании. Но там я также, наверное, выйду сейчас при комфортном счете. Надеюсь. Да, 2-0 дубль. Гуэдэш забил. Ну и выходим мы, кстати, снова на неприятной для меня позиции правого полузащитника. Ну поехали. Итак, задание на матч. Оценка не ниже 6-5. Забить гол или голливу. И сделать 5 передач на плыве поля соперника. Давайте 7-0 попробуем. Все-таки времени много нам дали. И пропускает. Валенсия. Даракоса забивает. И уменьшает преимущество. Отлично. Мунис. Уже в штрафной. Ну и просто на опыте на классе забивает Хабир Мунис. 3-1. 77-я минута встречи. И, ух, ну вот это вот просто шикарно. Запросили. Снова, кстати, Мунис забивает в Кубке Испании дубль, выходя на замену. Не знаю, в Книгу рекордов Гиннеса будем, наверное, скоро попадать. Ну еще и с левой ноги просто расстреляли вратаря. Так, Мунис. Развернулся. Да и пробить можно, но и уже из тора ворот буквально мяч достает. Еще и с левой ноги как-то с подкрутки так бил. И забивает Ануачу. И, мне кажется, устанавливает окончательный счет в этой встрече. 5-1. И все, финальный сысток. Валенсия разгромила на выезде еще и Реал Сарагосу. В 1-8 Кубка Испании 5-1. Хабир Мунис забил дубль. Выйдя на замену. Так, 10-0 оценка у меня. Так, ну и по 1-8. Кстати, в 1-16 вылетел Мадридский Реал. Поэтому вот не выиграет он 2 года подряд Кубок Испании. Хитафи. Барселона. Атлетика вылетает. Малерка дальше проходит. Рай Валикана. Леванте. Мы прошли Реал Соседат по пенальти. И Сельта. Поэтому мы слабенькие есть. Команда, но главный, мне кажется, соперник для нас это Барселона. Которые также остались в Кубке. Вот, выполнили все 3 задания и почти уже заработали место в стартовом составе. Там одну тренировочку провести и все будет супер. Вот, все 3 задания выполнили. Так, и тут уже Манчестер Юнайтед нам предлагает 325 тысяч евро в неделю. Но не в этом сезоне. Вот. Поэтому прошу прощения. И снова у нас ставят матч. Мы играем против Леванте в четвертьюнале Кубка Испании. Вот. Тренировку я не проведу. Поэтому также будем на запасе. Так, стоп. А где мое предложение-то? Опа. Стоп, секунду. У меня есть или... А Мадридский Реал мне прислал предложение. А когда мне бы его показали, мне интересно. МЮ 298. А Реал 260. Ну все. Где мое предложение от Реала? Или сколько их там было? Это в этот же день. Это в последний день. Все. Мадридский Реал нам предлагает 425 тысяч евро в неделю. И мы, естественно, переходим. Ну, вылетел Реал из Кубка Испании. Тут уж ничего не поделаешь. Но двухкратным обладателем чемпионата Испании мы можем стать сейчас двумя разными командами. Тут у меня, конечно, все это сбилось. Голы. Вот. Но они остались у меня здесь. Вот. Мунис. И тут тоже на втором месте я иду. Поэтому все замечательно. Замечательное завершение сегодняшнего выпуска. Не зря я поменял позицию себе. Так. И нам надо теперь посмотреть, кстати, по номерам. Мне дали 33-й. Я пока сохраню. Не знаю, сейчас там номера, что будут сбиваться или нет. Вот. А вот тут сбился сразу уже. Видите, 11-й дали. Вот как-то так. То есть просто я зашел и вышел, а дали мне 11-й. Теперь два 11-ых номера будут в Мадридском Реале. Я не знаю, у кого еще один 11-й номер. Но вот этот баг меня преследует в двух частях. Нет, кстати, я единственный. Ну, слава богу. Вот. 11-й номер. Такой же получил я и в Мадридском Реале. Так. Ну и вот они пошли новости. Реал Мадрид предлагает. Реал... Так. Ну вот. Цена. Понятно, 260 миллионов. Ну, 261, можно сказать. А за нас отвалили. Вот. Хамер Мунис. Последний и самое многообещающее пополнение в составе клуба Реал Мадрид в этом году. Сможет ли 19-летний паренек показать всем, что не зря его подписали в Реал на зарплату 425 тысяч евро в неделю. Я вот просто посчитаю, сколько это в год там выходит, сколько у нас выходило. У нас зарплата была 10 тысяч евро в неделю. Вот. У нас такой был контракт. С нами Валенсия, естественно, не переподписывала ничего. Поэтому вот, в 42,5 раза больше нам будут отваливать зарплату. Ольсен еще перешел, кстати, в Валенсию бесплатно. Так, ну а по трансферам Реала, кстати, все, я единственный трансфер. Нет, Сибалис ушел. Ну и все. Отказали мы EMU за 398 миллионов. И я, кстати, забыл, сколько Бавария предлагала. Ну это уже ладно, на монтаже потом я смогу посмотреть. Ну вот. Как-то так. Ну и что у нас выходит? Мы сейчас на первом месте. Ни разу мы еще не проиграли. Идет Барселона. На втором месте делит, так сказать, первое место с нами. Это раз. И в Лиге чемпионов, я уже забыл, с кем играет Реал, с Тоттенхолом. Ну, Тоттенхол нам предлагал перейти к ним в начале... Нет, это уже было после летнего трансферного окна. Ну вот, мы перешли в Реал. Так что наша мечта осуществилась. И уже первые матчи за Мандерийский Реал вы увидите в следующем выпуске. Ну а сейчас мы заканчиваем. Ребята, спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok